Новый год праздник яркий отчасти потому, что в небе взрываются тысячи фейерверков. Магазины по продаже пиротехники осаждают толпы ивановцев. Безопасной ли продукцией торгуют и как не оказаться в празднике в травмпункте, выясняют сотрудники госпожнадзора в ходе профилактических акций. У нас по законодательству необходимо на витринах устанавливать малежи. Как мы видим с вами, все у вас в принципе соответствует с нормами. Вот они. Малежи имеются. Инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с 770-м таможенным союзом. Да, все висит. Требований к магазинам по продаже пиротехники очень много. В порядке должны быть и документы, и сертификаты, обязательно в наличии средства пожаротушения. Мало ли что. Давайте мы посмотрим сроки. В 2018 году у вас закончится срок годности. То есть он на 5 лет выдается. Манометр в зеленой зоне должен быть. Все у вас правильно. Сотрудники магазинов по продаже пиротехники рассказывают, чтобы вопросов к ним не было, каждому покупателю объясняют основные правила пользования петардами и фейерверками. Перестраховка лишней не будет. Для того, чтобы праздник удался, нужно максимум прочитать правила безопасных пиротехнических изделий, на каком расстоянии нужно запускать, где можно запускать, потому что в городе Иваново созданы места для запуска пиротехнических изделий, что нужно беречь от детей. Это все и в алкогольном состоянии. Самое главное не запускать пиротехнические изделия. И в том числе свечи. Нельзя в руках их запускать. Это строго запрещено. Покупая пиротехнику, важно проверить срок годности товара и ни в коем случае не пренебрегать правилами эксплуатации. Хранить пиротехнические изделия необходимо без свободного доступа человека к данным изделиям. То есть все витрины, на которых лежат пиротехнические изделия, необходимо застеклить. Вместе с пожарными в рейды ходят сторонники партии власти. Это их проект социального контроля точек продажи пиротехники. Проект создан для того, чтобы не допускать продажи несовершеннолетним пиротехнических изделий. Именно материалов такого характера в целях безопасности. Хотя более действенным было бы брать в рейды сотрудников прокуратуры. Только надзорное ведомство вправе штрафовать за нарушение правил торговли нерадивых предпринимателей. Госпожнадзор может лишь посоветовать, что и как правильно оборудовать. И никаких карательных санкций. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!